МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Модернизацию нафтаны Мазырского НПЗ плануется завершить до 7 листопада 2019 года. Об этом поведомил сегодня журналистам наместник премьер-министра Беларуси Владимир Семашко. Поводли его слов, кошт проекта на Мазырском НПЗ больше к 1 миллиард 700 миллионов долларов. Каб быть конкурентно сдольными и абдаптоваться до сусветных умов, необходно вырошить некольки задач. Повеличить могутности наших заводов, глубину перепроцовки нафты и выход светлых нафтопродуктов. Сегодня у Гомеля пошла работу суместная белорусско-российская комиссия по охове и рациональным выкорыстянию трансграничных водных объектов. Баки мают намер разглядеть пытание стану суместных водных экосистем, оценить выники мониторингу подземных вод и подписать отповедный протокол. У делу работе комиссии принял Олег Синцерову. Это посажение 10-е по лику. Методика разгляду пытания давно отпрацеванная, а тому комиссия одразу поступает до работы. У зале эксперты, які не один год займаются рациональным выкористанием водных ресурсов. Федеральное агентство водных ресурсов и федеральная установа гидроспецгеологии с российского боку, Республиканский центр аналитичного контроля у сферы новокольного сяродя и науково-практичный центр по экологии с белорусского плюс региональные департаменты и комитеты природных ресурсов. У таким составе можно обмерковывать любые пытания. Взаимодействие между белорусской и российской стороной в сфере рационального использования трансграничных водных ресурсов весьма плотное. Мы работаем буквально в еженедельном оперативном режиме. В рамках соглашения между нашими странами в области трансграничных водных ресурсов, рационального использования, сохранения существует 16 лет и эффективно работает в ежегодном режиме, встречаясь то на одной стороне, то на другой стороне комиссия специальная. Местом посаджения с уместной белорусско-российской комиссией по охове и рациональном выкрыстане трансграничных водных объектов гомеля браны не выпадкова. У нашей области самые великие запасы поверховых вод. За год про территорию региона притекая каля 40 миллиардов куба метров. Разум с тем, одно цены до этого природного богатия становятся все больше рациональными. В первую чергу за кошт выкрыстания у вытворчиси систем дорогосного водозабеспечения, что дозволяет измельчать объемы поверховых вод не больше на 0,3% что год. Сярут опущенных проектов, которые уже реализованы, те реализуются зараз. Новые очищальные сбудования на БМЗ и Мазельском нафтоперепроцовщем в совгасе комбинате СОЖ и городе Рогачеве. Усёг это бассейн трансграничной ракет Днепр. Зараз на территории Гомельской области находится 29 стационарных пунктов назирания что год. На их отбирается коллег 300 проб и проводится свыше 8 тысяч кемичных доследований по выниках мониторингу. Большость мясовых водных объектов однися иногда к категории добрые и выдатные. Эта категория означает, что водоемы не только являются чистыми, а и могут самостоинно обновить экосистему в вынику забродживания в том лягу природного характера. Хоть только поверховыми водами интересы коллегов не обмежевываются, у Беларуси великие запасы подземных вод, причем их промысловое выкрестание мает целый широк обмежеваний. Позиция природы однозначная, относить некие изменения у природооховного законодавства негде. Министерство природных ресурсов на сегодняшний день поддерживается позицией сохранения чистоты подземных вод. Мы понимаем, что создав прецедент бурения скважин, который может в конце концов превратиться в неконтролируемый процесс, понимаем, что это приведет безусловно к загрязнению. Наша основная задача – это охрана и рациональное использование водных ресурсов. Сегодня Беларусь и Россия имеют 26 разграничных рек. По оценке экспертов, в последние годы их стан остается стабильным, а по некоторых показателях навык поляпшается, что не отменяет необходимости дальнейшей координации денег по охове и рациональном выкрестании водных объектов. Как ждет, завтра члены комиссии подпишут совместный воинковый протокол и назовут город, где пройдет наступное посадение. Олег Сентяров, Евгений Макеенко, телерадио «Компания Гомель». До других тем, на Гомельщине завершается сяуба основных культур и начинается нарыхтовка кормов. Накольки поспеховым может быть гэты сельско-господарчий год и какие процессы оказываются наибольшь значный вплыв на ход работ. Сегодня обмерковали у студии радио «Гомель плюс». Особливость нового сельско-господарчого года в том, что в связи с поздней весной сяубу необходимо было провести устисленный термин. По этой причине значная увага надавалась подрыхтовка техники, наявности якостного насения и удобрения. Об эффективности принятых мер можно мерковать по информации Министерства посельских господарств и харчаванни. На сегодня на Гомельщине полностью завершена сяуба ировых, завершается работа на опошних гектарах, отведенных под кукурузу. А про таго до конца тыдня повинна быть завершена сяуба поздних сбожжевых, гречки и проса, а так само посадка бульбы. Структура поселных площадей управлений с минулым годом истотно не изменилась. С этого тыдня головный клопот аграрий на рыхтовка кормов. Отповедные работы проведены на 13% площадей. Одинная причина, якая может их затримать, дождливая надворья. С другого боку, в некоторых районах отзначается недохоп в вильгате у хлебе, что может оказать негативный вплыв на рост культур. У нас наблюдались повышенные температуры. Соответственно, в наших белорусских почвах Бомбельской области это в основном песчаные почвы. Соответственно, дефицит осадков и дефицит влаги. Вот, ну, надеемся, что вот эти дождики, которые прошли за последние дни, улучшат ситуацию. Подумай об енших, поделись и с житем. Под таким лозунгом все лета в нашей краине проходит акция по безвыплатной сдаче криви. Сегодня ее удельниками стали студенты и выкладчики Гомельского медицинского университета. На базе установки и адукации работники станции по опереливанию криви приняли коля 100 человек. На завтра записана такая же колькость жадающих. Яны не ведают, кому и колись потребуется их кровь. Просто сдают ее с думками о будущих выратованных житях. Доследования показывают, что якость донорской криви, якая сдается безвыплатно, высшая за то, что сбирается на коммерциейной основе. Человек, який жидая сдать кровь по своей воле и не отремовывая за это грошей, мает только одну мету да помахче и иншим. Такие доноры открыто предоставляют информацию об своим особистом житте, указывают перенесенные хворобы, операции, факты обзносинах с иншими людьми, подорожих их и так далее. Для меня это как проявление моей жизненной активности, помогает всем во всем. У меня достаточно популярная группа крови, и вторая положительная. То есть она востребована. У многих людей такая же группа. Когда я сдаю кровь, я понимаю, что я помогла какому-то человеку, вот наверняка, что моя кровь не залежится, не забудется, она реально спасет кому-то жизнь. И это важно для меня. Кожный сдае по 375 миллилитров крови. Это универсальный объем для человека, який у першиню стал донором. О таких, по словах специалисту, на кожную выездную акцию приходит от 30 до 50 человек. Однако справа она относится не меньше отказно за опытных доноров. С ними легко работать, потому что люди имеют отношение к здравоохранению, они готовятся правильно, всегда ориентируются в состоянии своего здоровья. Мы приезжали раньше раз в 6 месяцев, сейчас в связи с планом по безвозмездному донорству и вообще по безвозмездному донорству. Сейчас активная работа в республике проводится. Мы попросили содействия высших учебных заведений и приезжаем сюда чаще. Согласно с планами Сосветной Организации Оховы Здоровья, до 2020 года все краины света должны будут перейти на доброохватное донорство. Евгения Кухаронак, Игар Марышченко, телерадоя компания «Гомель». С 14 по 16 вересня в «Гомеле» пройдет 9-й международный фестиваль хореографичного мастерства «Сожский карагод». Все лета его программа, включая конкурсы коллективов народно-сценичного, эстрадного, фольклорно-бытового танца, сучасные хореографии и театров «Огню». Пройдет так само международный турнир по обально-спортивных танцах на кубок «Гомеля» «Золотая рысь» и конкурс театров «Пантомимы». Запланованы так само спектакли балетных театров, выступления профессионных коллективов и солистов и круглые столбы по питаниях развития хореографичного мастерства. Традиционно активный отдел у «Гомельском фестиваля» принимают творчие коллективы Беларуси, России, Украины, а так само Франции, Польши, Италии и широку других краин. У картины галереи Гаурейла Вашенке отбылся концерт ретро-микс «Одлига» с цикла проекта вокальной музыки у ритме сердца. Слухачам пропоновали погрузиться в атмосферу лиричных мелодий 30-х-60-х годов. Музыка в стиле ретро зараз популярная, як ніколи раней, а співаки, які володують гэтай стилистыкой, неверагодно запотрабованы. Лауреат международных конкурсов, солистка Гомельской областной филармонии Аллена Гастинская у новой концертной программе звернулася до так званого «золотого веку» советской эстрады. Только раз бывают в жизни встречи, только раз судьбою рвется и бить, только раз в холодный хмурый вечер мне так хочется любить. Яркая индивидуальность артисты з Малены Гастинской у сполученні з виртуозными импровизаціями піаниста Дмитрия Будяну подарили слухачам дивную атмосферу особливой радости і легкаго суму пані пауторной прихожості минулай эпохи. Я ізначально сделала ставку на публіку 30 плюс і више даже, так скажем, зритель елегантного возраста, то есть это після пятидесяти, потому что в основному то, що у нас ротирується по радио і по телевидні, в основному це не для публіки. У людей нет возможности послушати то, що вони слушали в молодости, то, що слушали їх родители, а мелодії замечательні, і вони ніколи не царапують слух, поэтому я думаю, що і сьогодні ми опять порадуємо. Под Гомелем пройшов обласний зліт отраду юних сябров милиції. У їм удзельничали команды-пераможцы районних етапів. У составі кожне па 8 навученців установу агульной середній адукації. Усяго більше як 200 чоловік. Каманды продемонстрували правовую, медицинскую і спортивную подрыхтовку. А крім'я того, залогом поспіху стало ведання адміністраційного і кримінального права. Основу оказання першої допомоги атак самотворчої здольності удельників. Направлено профессионально-орієнтационну роботу. В будущем, возможно, эти деці будучі сотрудники любых силовых ведомств нашої країни. Пераможця зліту команда 25-й школи Гомеля. На другим місцем юная сябров милиці з Красненської середній школи, третя за представниками 11-й Гомельській школи. Команди-пераможця тримали дипломи і призи. ГТА, так само інші новини ви можете знайсти на нашому сайті у інтернеті по адресі www.tvrgomil.by Далі у ефірі де-факто і спортивний огляд. А я з вами розвітваюся. Усяго доброго. До нових зустріч у ефірі. Ефір телеканала Белару-4 продалжає де-факто. В студії Руслан Габрюльов. Здравствуйте. Злоупотребління алкоголем ни к чему хорошему не приводит. Эту істину на себе подтвердили два парня из Лоева. Прошедший уикенд, будучи п'яными, они повредили декоративные цветочные украшения. Вчера в отношении них Рой СК возбудил уголовное дело по статье хулиганства. Два друга отмечали конец недели в местном кафе, распивая спиртные напитки. Но вечер пятницы быстро подошел к концу, а заряд бодрости еще далеко не иссяк. Поздно ночью, выйдя из кафе, молодые люди направились домой. По дороге они заметили на обочине декоративные стойки с цветами и беспричинно находясь под воздействием алкоголя стали вырывать цветы и бросать их на землю. Утро молодые люди были задержаны. Парни 23 и 24 лет раскаялись с одеянным и возместили райжелкомхозу ущерб, собственноручно посадив новые цветы в вазоны. Но возмещение вреда не освобождает от уголовной ответственности. Мужчинам предъявлено обвинение в хулиганстве совершенном группой лиц. Около половины 12 дня работник одного из предприятий городского ЖКХ проводя обкос травы около моста через реку Сож чуть не спровоцировал ДТП. Вылетевший во время козьбы из-под триммера камень угодил в боковое стекло микроавтобуса. Водитель, который двигался по улице Фрунса со стороны Новобелеца от внезапного удара испугался, но сумел удержать руль. Пассажиру досталось несколько больше. Мы пересекали Новобелецкий мост и внезапно в боковое стекло влетел кирпич, который раздробил просто на мельчайшие осколки стекло, которое высыпалось на меня, то есть мне в голову, полностью на ноги, я порезалась. Мы остановились, подошли непосредственно к сотруднику дорожно-строительного отреста, который производил кошение газонов. На что он сказал, что к этому отношению никакого не имеют, нецензурно выражался, даже не принес свои извинения. Следует заметить, что это второй случай, произошедший рядом с этим мостом за сегодняшнее утро. Руководству жилищно-коммунального хозяйства города следует предпринять меры по минимизации числа подобных фактов. Очередная колба с артутью передана спасателям. Опасная находка найдена в одном из помещений областного гидрометеоцентра. В складском помещении при наведении порядка был обнаружен металлический цилиндр, в котором находился разбитый барометр с артутью весом 100 грамм. Работниками химической службы пожарно-аварийно-спасательного отряда данный цилиндр был изъят для последующей утилизации. Хочу напомнить всем гражданам, что пары ртути опасны для здоровья человека, поэтому при его обнаружении звоните службу спасения по номеру телефона 101. Вчера около пяти часов вечера в Центр оперативного управления Гомельского городдела ПочиЭс от взволнованной девушки поступило сообщение об упавших в люк утятах возле остановочного пункта улицы Бородина. Вероятнее всего, что водоплавающие переходили дорогу и маленькие утята провалились в люк ливневой канализации через решетку. Утята находились в трубе диаметром 30 сантиметров между люком ливневой канализации и сборным коллектором на глубине четырех метров. Работники МЧС извлекли пять утят, которых потом выпустили в рядом расположенное озеро. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Вячеслав Герасченко покинул пост главного тренера футбольного клуба Гомель. Как сообщила пресс-служба зелено-белых, контракт расторгнут по согласию сторон. Причиной добровольного ухода специалиста скорее всего является неудачное выступление команды в чемпионате Беларуси. Напомню, что в восьмом туре Гомель на последних минутах на своем поле уступил Гродненскому Неману 0-2. После восьми проведенных матчей команда с четырьмя очками занимает 14-ю строчку в турнирной таблице. Вячеслав Герасченко возглавлял зелено-белых с января 2017 года. Кто займет его место на тренерском мостике пока неизвестно. Весь цвет белорусско-юношеской гребли на байдарках и каное собрался в эти дни в Гомеле. На грибном канале в Якубовке проходит спартакиада детско-юношеских спортшкол со всей страны. Третьи из них представляют Гомельскую область. Всего же заявлено более 350 атлетов. Награды разыграют на трех дистанциях 1500 и 200 метров. Соревнуются экипажи каное и байдарок-одиночек, двоек и четверок. Победители определяют в личном и командном зачетах. Спартакиада Дю США состязания не отборочные, однако они позволяют оценить ближайший резерв национальных команд различного уровня. Это наш резерв. Наш резерв, наши, скажем, национальные команды, молодежные и взрослые команды. Поэтому всем интересно, специалистам в области гребли, кто работает, узнать сегодня, как вот этот возраст выглядит на данном этапе. Завершится Спартакиада Дю США по гребле на байдарках и каное завтра финалами на спринтерской дистанции 200 метров. Заезды начнутся в 13.00. Гомельские гимнасты завоевали награды Республиканских Олимпийских дней и молодежи. Соревнования проходили в Бресте. Команда юношей, в составе которой выступали Павел Якубов, Владислав Агапитов, Даник Григорчук, Иван Цубатов и Вадим Скобов заняла второе место. Богатый медальный урожай собрали воспитанники Гомельской из Дю Шор номер 4 и в личных состязаниях завоевано 9 наград одна золотая и по 4 серебряные и бронзовые. С учетом выступления девушек в общекомандном зачете Гомельская область заняла третье место, уступив спортсменам из Минска и Брестской области соответственно. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.